всем привет это утро моих улиточек у меня гора контейнеров спросите откуда вот отсюда в общем аришу микки лайму я пересадила вот в этот контейнер где сидели фулики трех маленьких улитяточек я пересадила сюда они не растушки у меня получились поэтому они будут жить здесь чуть позже расскажу что же с этими не растушками в дальнейшем произойдет вы же наверное спросите кто живет здесь а я вам отвечу давайте включу так вот а я вам отвечу здесь живут фулики мои две фиона и луна я не знаю где они там сейчас вот посмотрим даже как они там обжились эти два контейнера уберем аккуратненько я сейчас перенесу просто неудобно одной рукой вот дальше я вам расскажу сейчас более подробно чтобы не отходить от темы я вам потом про них расскажу и сегодня у всех вчера вечером я накладывала всем такой лист капусты то есть их трое они вот немного поели то наверное кальций вот не особо мои улиточки любят пекинскую капусту но я их все-таки пытаюсь как-то приучить смотрите вот такое пространство вот такое пространство огромнейшее вот просто для моих двух маленьких малышек вот я их всегда бужу чтобы они активничали а то они ночью просыпаются и ползают я знаю что эти животные ночные перенастраиваю в голове режим вот у них был вот такой лист чуть поменьше но все равно большой и вот они кое-где кое-где вот вот погрызли как муравьишки вот так все я сюда проверяем и теперь влажность отличная в контейнере во всех контейнерах между прочим и и вы заметили что лунтик мандаринка и арбузик и зефирка карамелька и оливия живут чисто в ягеле вот чисто в ягеле мне их короче не буду ничего рассказывать попозже вам расскажу сначала покажу всех улиточек фулики очень стали очень ручными сразу как их только потрогаешь они вылазят вот в общем то вот такое у них теперь пространство даже в кадр не помещается и они за такое количество контейнера вырастут очень огромными вот вот они видите сразу вылазит вот мои черепашечки видите у кати панцирь меняется он у нее был совсем другой а у машки уже вот подростковый такой вот такая вот машулька и катюха все они подросли давайте дальше мы залезем так аккуратненько фигню заберу это яйца вот видите у всех был у всех была пекинская капуста вчера сами они подползали то есть я их даже не придвинула поэтому никто ничего не покушал поэтому сейчас я их буду будить так акулечка сразу убираю в сторону давай мой телепузик вставай опять же говорю ссылочка на мой телеграм будет оставлено в описании там вы видите как происходит наш день туда я выкладываю больше там я выкладываю фотографии улиточек вот я все этих жучков рассматриваете нет жучков чистоту и хорошую влажность контейнере придерживаюсь и вот ничего нету а то просто кинула мох и все и живите себе спокойно вот видите чисто в яделе живут никаких мошек никакой грязи нету вот в общем пусть они сейчас покушают у меня фулики и микки слаймы и ариши только любят пекинскую капусту все остальные не особо потому что я их с детства не приучала вот вот только огурцом и там другими фруктами овощами овощами вот и все овощами смотрите барсик сидит ждет ну давайте уже запустим этого малыша ледиша только очень-очень аккуратно потому что у нас здесь сетка ответится на окне и открывается она не полностью давай барсик заходи барс вот видите то есть дальше мы открыть не можем барсик заходи барс кс-кс-кс ну заходи ты что ты сидеть будешь барс барс кс-кс-кс-кс я здесь закрою заходи и так всегда ребят кс-кс-кс-кс-кс-кс ну значит иди тогда там все я на тебя обиделась ну заходи ну барсик ну я уже это замерзла у нас тут снежиночки барс давай я кого жду да все я закрываю тогда заходи что ты мечешься давай прошел молодец телефон запутался так вот он прошел а тут вот сразу эти розетка отстает невозможно теперь что-то с ним сделать вытащим все так смотрим что у нас находится в этой шапке в этой шапке у нас находится контейнер ну в общем не контейнера инкубатор вот этот инкубатор я сделала своими руками естественно вот так поставлю чтобы вам было все видно вот этот инкубатор я сделала своими руками ну давай же посмотрим что у нас тут ага просто посмотрите все шикарно у нас здесь вылупляется видите вылупляется яичко так ну ровно через четыре дня ну уже через пять так как сегодня день уже ровно через пять дней все это вылупляется значит инкубатор у меня хороший и здесь они проживут еще недельки две первую неделю они будут кушать вылупу вторую неделю я им буду что-то давать вот вот и только они через неделю после вылупа будут кушать поэтому никак раньше чем через две недели после вылупа я их отдать не могу вот у меня забронировали пять штучек две женщины одна три другая две ну вот как раз таки про этих женщин пока я рассматриваю яички и вам это показываю на камеру я вам расскажу эта женщина отказалась все они не выжили ребят умерли рано наверное вылупились а что что то и вылуплялись то видите вот такой улетеночек вот он улетеночек и там второй они изначально были какие-то слабенькие поэтому уберем их засушим заморозим ну и вот второй улетеночек хоть дам вам такую возможность посмотреть на улетят а то обычно так покажу и то резкость не позволяет вот второй улетенок я проверила они не дышат поэтому смысл их оставлять я не вижу ну и вот здесь вот вылупляется пусть самостоятельно вылупляется он может вылупляться так и два дня и три дня так и вылупляться но думаю к концу следующей недели все вылупятся вот видите вылупляется думаю пусть сам вылупляется он должен сам вылупляться то есть если у вас яички от улиток вылупляются то не нужно им помогать он тогда улитенок будет слабенький он себе делает дырочку чтобы подышать он может быть он может так день пробыть может пробыть но еще побольше раскрыться два дня побыть то есть это все зависит от улитенка он себе делает жизнь сам вот и он сам решит когда ему родиться когда ему еще побыть в яйце вот я их ставлю вот таким образом на трубу ему достаточно воздуха тем более улитка таким маленьким воздух сто процентов пройдет вот видите улитят я их сюда положила а это кто у нас тут сидит конечно зефирка наверное карамелька у нас самая маленькая оливия побольше всех и конечно же зефирка вот ну что ж рассказываю я начала рассказывать и продолжила про улетят поэтому я говорю лучше тему начать в конце так вот оливия вот карамелька малышка тоже буду сейчас будить вам как раз покажу как они кушают вот в общем вот эта женщина такая говорит то что типа я говорю что-то улетятки и когда они вылупились эти два улетенка я ей пишу типа на вид что что-то улетят какие-то слабенькие вот можете у меня взять двух или даже всех моих трех вот этих улиток вот может быть сейчас кому-то будет обидно что я их взяла и там кто даже на меня сейчас будет наезжать что я их там взяла а теперь сейчас отдаю хочу вам сказать что я их брала для того чтобы вырастить а потом отдать если уж я к ним так сильно привыкла что они прям мои любимки любимки то я бы их не отдавала вчера я выставила объявление узнала потом что женщина у меня их берет вот то есть он отказался от этих маленьких улетят и сказала что будет у меня брать вот этих я ей прислала фотографию вот и все то есть как бы она такая типа я буду этих брать вот я у нее спросила сколько она мне пока что ничего не ответила ну то есть как бы не прыгнули на сообщение просто наверное не заметила а потом мне пишет типа я ей спрашиваю когда заберете я просто видите как ульки собрала чтобы потом сразу вечером собрать вот я и говорю типа когда их заберете завтра вот если завтра то во сколько она говорит мы пока что приболели как выздоровим так я вам тогда напишу и заберу вот но про количество она ничего не сказала вот но я просто знаю что она заберет эта женщина очень хорошая я с ней общалась целых два месяца вот я уверена что она заберет их и опять же продолжаю разговор мне их отдавать не жалко я знаю что у этой женщины хорошие условия вот у нее как-то были улитки она мне говорила ну то есть она мне все все рассказывала вот она мне все при все при все рассказывала то есть что у нее были улитки какой породы она сказала она расспрашивала про этих потом улиток когда я ей их предложила она про них все расспрашивала она в общем это хороший человек я ей могу доверить вот я ей сказала если чуть что вам не понравится вот то можете мне их привести назад она написала хорошо вот и сразу согласилась на этих улиток потому что они сначала не понравились а потом понравились и как я понимаю она наверное возьмет вот эту и вот эту улиточку то есть это как она называется оливия и зефирка вот а карамельку она скорее всего оставит но оставит так оставит посажу ее к вот этим улиточкам будет там жить видите они вот с какой-то степенью растут с какой-то степенью не растут я не могу даже посмотреть половозрелые ли они потому что они такие тоже могут быть если они не растушки то они и в таком размере могут быть половозрелые ну короче вот такие вот ситуации в комментариях мне сейчас самые любимые подписчики начнут писать да не отдавай ты их как ты могла к ним не привязаться очень просто ребят я этих улетят взяла для того чтобы они у меня были потом они оказались не растушками вот для меня это во-первых лишний контейнер просто вот а во-вторых я к ним не особо привязалась потому что они как-то более диковаты но это не из-за этого это что-то у меня прям такое в душе ёкнуло что они нет не мои и мне на них такие не подходят вот в общем вот такие вот малыши ко всем ребят мы с вами залезли а к вот этим нет поэтому сейчас мы полезем к ним не знаю даже куда этих два улиц положить у нас сегодня конференция начнется опять к третьему уроку в общем не знаю через сколько они там выздороветь через месяц через две недели через три недели вот пусть они у меня еще пока что поживут может немного подрастут вот давай 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 пошустрее вот она вот тоже половозрелая но стала расти а эти не растут поэтому я и думаю половозрелы ли они вот видите за ночь тут так насракали это просто вот они съели больше потому что они любят эту пекинскую капусту и эти улитки у меня вообще все обжоры обжоры опа так все у нас тут в порядке Микки легкий а вот они тяжелые видите да реально тяжел так кусочек отгрызли молодцы в общем в этом котеле ничего интересного мало муха есть ягинь все зашибись так эти у нас тут делает малыши ягиши куда ползем ммм куда ползем куда ползем куда ползем куда ползем мы с пятачком да вот этот мох очень сильно к ним прилипает дать их наверное посажу на еду пусть поедят приучаются как говорится в общем как то так вам хочу сказать всем пока